Туда лицом. Становись на пол стопы. Давай, становись. Поставь ноги чуть ближе. На подушечки поставь. На носочки как бы, на переднюю часть стопы. И вот теперь опусти руки ниже. Руки вот, чтобы тебя только держать. И теперь ты выпрямляйся, встаёшь на носки. Вставай на носки вверх. Вставай выше. Вставай выше. Во, ещё выше встать. Ещё выше. Вот туда. Во. Вот прокачай себя вот так вот, десять раз сделай. Вот у вас икроножная мышца работает. Вот здесь голенка. Вот и эта передняя мышца начинает работать. Вот. Вставай выше. Встать прямо выше. Там аж зависнуть там. Как можно выше. Как можно больше поднять. Сколько раз делал? Ну и как ощущения? Посмотри. Вот посмотри ещё раз. Я ещё раз говорю, ребят. Челнок, это есть движение на челноке. На месте. То есть у вас на месте есть скорость определённая. Мягкий челнок. Пам! Вот такой. Мягкий, плавный. Но ноги всё равно на передней части стопы. Я могу шире встать. Могу выше, уже встать. Вообще короткий челночок. Но вперёд, вперёд. Челнок это движение на месте. У тебя есть скорость на месте. Понял? Самое высшее проявление, что ты можешь сделать, это встать максимально прямые ноги. Вот посмотри. Прямые ноги. Почти как ноги палки я сделал. Да? И вот это. Вот короткое ускорение. Вообще очень резко. Вот я такой, как Олег Саитов там, понимаешь? Вообще тут работа на миллиметр. Вот здесь вот поймал. Оп, и прилип. Понимаешь? Либо элемент челнока присутствует везде. Не значит, что ты всё время так должен прыгать. Ну я вот ходил с тобой, вот ходил, 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 ходил. Та-да-да! Это челнок. Подскок, отскок, оп, удар. Назови как угодно. Но это вперёд, назад, вперёд. Челнок сам по себе, просто сам по себе, это движение на месте. У меня есть стартовая скорость. С ножками я перебираю на месте. В челноке вот я прыгаю. Вот я вперёд, назад прыгаю. Бам! Ловлю противника движением. А вперёд это уже подскок. Я ходил, ходил, ходил. Та-та! Подскоки делаю. Челнок на месте, еще раз повторяю. Понимаешь движение тела? Элемент челнока, вот этот прыжок, он и есть. Вы когда челнок вот этот делаете, вперёд-назад, вы нарабатываете сохранение равновесия центра тяжести в прыжке по факту. И очень важно, чтобы, да, посмотри, и очень важно, чтобы тебя вот боком вперёд, боком, вот ты вперёд, во-во, вперёд прыгаешь, да, боком, во-во-во. А теперь встань на носки выше. Выше на прямые ножки идёт, короткое движение. Во-во-во-во, во-во-во. Куда плечики раз, во-во-во висят, вот ручка твоя, пойдём, во-во-во, вот он, да-да, вперёд-назад. Да-да, остановись. То есть там вы нарабатываете, укрепляете голеностоп. Так качай, просто на одной ноге подпрыгивай. Чем выше, меньше, вот смотри, какой рычаг маленький, стопы, да. Чем выше я становлюсь, делая ногу прямую, фактически, тем более короткое, но более резкое движение будет. Максимально резкое, но не такое длинное. Мягче, шире, тяжелее будет. Медленнее. Мягкие ноги. Жёсткие ноги. Дальше прыгну, но медленнее. Лещу прыгну. Ну, короче. Хорошо? Да, и вот ты говоришь голеностоп. Да, вот он твой голеностоп. Ясно? Ещё раз, два. Мне, кстати, тоже такая хрень. Попрыгнул в челноке, а потом всё устало и всё. Ну, конечно, забивается. Тяжелейшее действие, если, ну, годами нарабатывать. Оп, пошёл, походи. Пам-пам, вот прыгнул. Вот. Вот тебе чего мог. Где ты сделал?